Приветствую, приветствую, Вячеслав, рад тебя видеть, давно тебя не было, музыкой занимаешься, как вот прошлый ролик, наверное, уже все посмотрели давно, наверное, ждали тебя все давно, что ты хотел сказать в этот раз? Да в этот раз я хотел немножко рассказать, призвать всех обращать внимание на себя, на свою структуру, да, потому что люди ключом пользуются, да, ну мало людей ключом пользуются, посмотрите, если статистику на ютубе интереснее все-таки людям развлекаться, Они пользуются ключом все с самого рождения, только они не осознают, потому что ключ основан на, упражнение ключа на осознанном применении инстинктивных, бессознательных, защитных реакций человека, все пользуются ключом, но неосознанно, а мы впервые даем осознанное применение, то есть показываем, на чем люди, что они делают, когда они пытаются решить какой-то вопрос, ну например, человек, когда думает над каким-то вопросом, он невольно снижает лишнее напряжение, чтобы не блокироваться, повторяемыми действиями, например, ногой качает при этом, а Пушкин там картиночки рисовал, там я вот разговаривал, да, ну это вот мы рассказываем, как человек это делает, из-за этого мы инстинктивных, защитных реакций превращаем упражнения, и поэтому все пользуются ключом, одни неосознанные, большая часть силовиста, а вот через нашу школу человек, больше коммунистов уже осознанно, а это дает большие преимущества. Вот, кстати, даже если на структуру стресса посмотреть, когда человек нервничает, у него уже мысль крутит по кругу, крутит, 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 и надо дать выход этому циклу, условия выхода из цикла, ну ты ногой давай крути, и... Ну да, 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 грубо говоря, вот эта энергия ушла, и он уже, а как бы и все... Снизил напряжение, да, правильно, и голова есть, не осталось соображать, главное, чтобы человек не зациклился, это основная проблема, да. Очень-то мне это как айтишнику, ну то есть я и психолог, и айтишник, и не вижу разницы никакой, такие же циклы, там условия, все программно у нас, вот, и я был у нас разговор, там, да, человек, ищущий смысл и так далее, я вот думал, А вот что первичнее, замысел или материя, которая вот у нас создана, вот что первичнее вообще, вот если философии подходить к такому вопросу, что первичнее, мысль или воплощение этой мысли? У меня есть различные метафоры и различные всякие такие вот пословицы, я придумаю, у меня есть такая фраза, истина в контексте, поэтому, когда ты задаешь вопрос, что первичнее, материя или первичнее, что надо понять, в каком смысле, чтобы понять контекст, ты сначала скажи, в каком смысле? А это, это уже ключ пошел, и вот, например, если в контексте нашей жизни, например, да, физической, физического существования, ведь все равно же первичнее сначала мысль какая-то, то есть что-то виртуальное сначала идет придумка, потом уже воплощение этой придумки, вот да. Давай еще раз, это все равно, что ты, давай контекст, потому что ты задаешь вопрос так, типа, что первичнее, курица или яйцо, ну, смотря в каком разрезе жизни, если это младенец только родился, ну, какой у него замысел может быть? Он же тоже человек, правда? Помоги родителям осознать себя, что они уже, пора бы повзрослеть. Ну, понятно. Ну, во всем не замысел, на самом деле. Поэтому я задаю вопросы уточняющие, потому что, если человек не уточняет, люди не слышат друг друга, потому что один так понимает, а другой это услышал, а понял по-своему. Поэтому люди не понимают, если они не уточняют, о чем речь идет. Вот давай я хочу у тебя уточнить. Ты говоришь, что первичнее, что ты имеешь в виду? У меня даже есть метафора, когда я говорю, только почемучки становятся великими, потому что он начинает мыслить. Да я просто пример приведу, что замысел сначала возникает, например, сюжет какой-то книги. Ну, то же человека, который уже читать умеет, который уже хочет написать книгу. Тогда понятно, о каком человеке речь. Человек, да, живущий здесь, задающий вопросы, например, да, или не задающий вопросы. Ведь возникает сначала какой-то сюжет в голове, замысел рождается. Вот, потом потихоньку он воплощается уже на физический носитель. Может, сначала у него появляется настроение, вдохновение, а потом замысел, а может, наоборот. Сначала замысел, и оно вызывает вдохновение. По-разному бывает, там много обратных связей у человека, миллионы обратных связей. Ну, да, я считаю, что нам предстоит изучить все подробнее, что такое вдохновение, что такое вообще природа всего вот этого человеческой природы, самого человека. Да, ты хотел мне сказать, в прошлый раз мы с тобой говорили, и ты мне писал в переписке, что ты считаешь, что нулевое состояние очень интересное явление. И в этом состоянии человек может черпать новые идеи для себя там, да, или как-то. Ну, расскажи, расскажи, это очень интересно. Ну, в принципе, да. Если человек понял фишку, как этим ключом пользоваться, то, я думаю, он догадается, что дальше делать. Скажи, ты выходил на нулевое состояние, что ты там ощущаешь? Да, ну, в нулевом ощущении, в нулевом состоянии, я сразу как бы скажу, что свое видение человека, это вот в данном контексте, мозг это больше как приемопередающая антенна. И в нулевом состоянии ты как бы убираешь свой собственный шум, чтобы у тебя генератор вот этот мыслительный не гудел, не шумел, останавливается это все дело. Вот какая-то настройка тела происходит, и ты уже в режиме антенны можешь ловить идеи, впадать в поток, там, кто как называет. Вот, и кто чем задает, какими вопросами, он может найти решение этих вопросов через нулевое состояние. Ну да, у тебя практически как это происходит? Это какое ощущение? Вот ты вышел, ты был до этого не в нулевом состоянии, это что было? А потом в нулевом состоянии, это что? Вот давай сравним, чтобы понятнее было нашим слушателям, что ты имеешь в виду. Как ты понял, что ты в нулевом состоянии? Вот что было до того, и когда стало так? Например, какой-то, ну, какие-то мысли сумбурные, да, какой-то возведенный, там, пришел откуда-то, что-то весь недовольный, накортизоленный, так, грубо говоря. Вот, и да, грубо говоря, сделав метод ключ, там, ну, у каждого свой ключ, вот я тоже по-своему делаю, и вот это нулевое состояние нервного расслабления, вот прям, вот, ноль, у тебя в голове пусто, вот, нервное расслабление. Так, и в этот момент ты каким-то вопросом, если зазобочен, озабочен, ты можешь легче найти ответ, да, чем в состоянии, когда хаос? Ну, если, если осознанно этим воспользоваться, ну, не просто там стресс снять, да, переключиться как-то, и потом просто жить, начать как человек, вот, а если, например... Ну, например, да, решаешь какую-то задачу, вот, творческую, тебе надо, это же в любом случае напряжение какое-то, ты копишь потенциал, вот, и тебе нужно будет весь этот потенциал скинуть, разрядить конденсатор, и, в принципе, тебе придут идеи. Вот именно воспользовавшись ключом придут идеи уже, когда в состоянии нуля будешь. А почему ты считаешь, что это антенны, которые направлены куда-то вовне, а не внутрь себя, где тоже содержится бесконечность поколений, где наш геном творческий, в нашей генетике, нашей бабушке, дедушке, прабабушке, вплоть до там бесконечности, почему не туда антенна направлена, а куда-то туда направлена? Ну, кто как хочет воспринимать, ну, у нас в любом случае есть еще... Нет, у нас ведь еще кроме родовых, я считаю, что кроме той информации, которая есть, как это принято называть подсознанием, я бы, скорее всего, я бы другой бы термин применил. Ну, предлагаю вообще всем подумать над этим, кто любит. Еще хорошее, хорошее предложение, спасибо. Если все подумают, что же там внутри нас, вот сознание, а сознание что это? Вот именно, что мы все подумаем. Что такое сознание? Все психологи, которые смотрят сейчас данный ролик, будут смотреть, вот если будут о какой-то одной идее думать, что получится, вот интересно. Ну да, вот слово сознание, ну, интересно, пусть посмотрят. Кто не смотрел Википедию, в Википедию заглянет, может, кто заглянет в художественную литературу, кто, может, в какую теорию заглянет. Вот у нас хорошие проходят встречи со специалистом-психологом, с Дмитрием Анатольевичем Смысловым. Пусть там заглянут, послушают его лекции, у него очень интересные лекции содержательные. Да, и пусть привыкают к тому, что когда лекция идет такая глубокая, содержательная, компетентного человека, специалиста профессионального, настраиваться на лад спокойного, вдумчивого восприятия, а не на тиктоковский лад. Потому что сейчас интернет же подает на разных каналах, и поэтому получается, что человек научился как тикток смотреть, всякий юмор или детективные части там какие-то, которые так просто для развлечения или для мудрости, тикток там по минутке или по пол. А тут вдруг идет полтора-два часа. И если он, молодежь особенно, тикток насмотрелась, и теперь вдруг лекция интересная, содержательная, глубокая, которая помогает ему начать мыслить, смотреть на вещи с разных точек зрения, ответить себе на многие вопросы, которые у него зрели, но он до них не додумывался. И вдруг такая лекция, а он видит, что это четыре или там пять частей, или может видеть там час-полтора, и ой, что-то длинно, что-то нудно там. У меня так в школе бывает, когда женщина или мужчина или молодой парень выходят туда вот на какой-то мой ролик, бесплатный ликбез, где я хочу всем помочь, например. Мы пишем тему там, как снять стресс или как использовать силу страха, силу стресса, как использовать, как стресс-трамплин для решения нерешаемых ранних задач, или добиться цели, как эту энергию использовать. А тут он видит, что это полтора, два, три часа идет подряд. И говорит, ну вот видишь, тиктоком научился минуту смотреть, а теперь не способен смотреть вот так вот. А я хочу сказать, друзья, надо уметь и то, и другое. Правильно? Вот, я поймал идею, это да. Я хотел бы и сказать, что с одной стороны китайский эксперимент, да, тикток, вот кто смотрит, 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 у тех клиповое мышление сразу так раз, мысли разбегаются, сумбур появляется. С другой стороны, с другой стороны, можно научиться быстро и эффективно мыслить. То есть если, ну не только вдоль и поперек, да, уметь умом резать. И научиться выражать мысли лаконично, компактно, коротко, и ясно. Да, да, да. Научиться. У нас ведь мы очень, у нас и слова длинные, ну, под искусство больше, я считаю, заточен наш язык, чем под простую речь. А, например, французы, они говорят, у нас слова короче, предложения короче, мы, ну, они гораздо быстрее общаются. А хочется-то сейчас все равно быстрее, убыстрение всего происходит в мире. И люди, я заметил, многие, вот особенно творческие, много дел, там все, и темп речи у многих начинает убыстряться. Вот. Иногда даже в диссонанс впадаешь, когда сам хочешь повяли, повяли, так это, повяли, а кто-то тараторит там, погоди, диссонанс. Или наоборот, сам тараторишь, 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 а человек уставший и тебя не понимает. Вот. И. Так. Вот скажи, пожалуйста, значит, ты согласен с тем, что молодежь тоже нас поймет, если мы скажем, что и ТикТок может смотреть, и длинные материалы смотреть, потому что надо, чтобы мозг был на самом деле современный, который умеет и то, и другое. Потому что вот компетентные, глубокие, содержательные тексты, позволяющие человеку задуматься, решать какие-то вопросы, и где в каком-то компактном тексте, который длится три часа, может быть вся библиотека знаний. Если бы он самостоятельно искал все эти кусочки в разных материалах, а не посмотрел один такой, одну или одну такую лекцию, а здесь он экономит время в разы, в сотни раз, потому что он прослушал три часа, а так бы он полжизни потратил искать все эти источники, даже не зная, что они есть на самом деле. То есть эти три часа, оказывается, равняются полжизни, так условно говоря. Ты меня слышишь, да? Да, ну да, да. Ну скажи, пожалуйста, для молодых людей, которые смотрят ТикТок, и которые понимают, что можно смотреть и длинные тексты, все зависит от того, какая цель, какой смысл. Правда? Ну, вот если есть какой-то, да, вот смысл. Это же все равно долгий какой-то процесс, история какая-то будет, в любом случае мыслительная. А в ТикТоке там нет смысла никакого. Не, почему? Ну, там иногда такие вещи говорят. Например, я посмотрел вчера там из какого-то детектива, маленький кусочек, одну минуту, где в детективе герой фильма говорит какую-то мудрую мысль. И мне очень понравилось. Я взял, подписался на этот ТикТок, вот эти мысли интересные. Но я хочу, чтобы на наш Ютуб-канал подписались и на наш Телеграм подписались и на лекции Дмитрия Анатольевича Смыслова подписались, чтобы смотрели. Потому что там, вот видите, от ТикТока до таких длинных текстов. Чтобы молодые люди экономили свое жизненное время и сразу смотрели. И как коротко можно выражать мысли. И длительные, и содержательные, фундаментальные размышления могли смотреть. Чтобы тоже сэкономить себе время. Потому что ты абсолютно прав. Сейчас время ускоряется. А ты же еще чем занимаешься, кроме IT? Музыка? Так, ну, музыка, да. Ну, ты напишешь нам музыку, чтобы Дима в нашей школе было. Вот надо проникнуться. Вот ты там сказал, я сам снимаю у себя стресс, не только ключом, ты имел в виду. Конечно, люди могут снимать стресс разными методами. Музыка, слушать музыку, любимым делом снимать стресс. Могут снимать стресс таблетками, могут снимать стресс физкультуры, если совпало. Вот самое интересное, что такое ключ? Что такое, например, часть ключа синхрогимнастика из этой физкультуры, где миллион различных действий по принципу ключа, по принципу подбора, путем перебора, по критерию максимальной комфортности, простоты и желанию продолжить действия, по этому критерию, если перебирать разные физкультурные движения, и вообще миллион движений, которые человек делает, если их перебирать по этому критерию, подбирать для себя то, что тебе подходит, оказалось, оказалось, что сразу стресс снимается, и самое главное, при этом подборе, развивается креативность мозга, поисковая активность мозга, развиваются творческие качества мышления. Вот чем отличается ключ от других методов, от обычной физкультуры. Ключ к себе, я бы сказал. Подбери ключ себе. Творческий. Это ведь человек собой начинает становиться, и без всего лишнего, и начинает творчеством заниматься. Вот я бы еще хотел рекомендацию, наверное, дать, или такую, вот на пианино, вот только недавно стал заниматься, и заметил, что когда кривляешься, особенно если осознанно ключ делаешь, и гаммы какие-то, играешь в разные стороны, ну это вообще какой-то... Интересно, да? Как попадаешь вообще, да. То есть, когда ты делаешь движения такие для себя, ну да дети тоже так обезьянничали, помнишь? Да, да, да. А как обычно учат в музыкалках особенно, чуть ли не палкой по спине, там сесть вот так, руки вот так, наоборот, дайте детям обезьянничать. Дайте движения, конечно, конечно. И самов виртуозами уже все, и свободными, не просто исполнителями с листа, как вот эти все, вот из академики, там мы упускались, где они, что они, я только на слуху, вот то, что мы... Вот этими движениями снимают нервно-мышечный зажим. Когда стоишь и, например, держишь микрофон, как раньше люди пели, стоят вот так неподвижно, как тумбы, и поют. Да. А репертуар песен и сразу расширился. Как только позволили себе двигаться, как только позволили... Тогда тело в движении позволяет снимать лишнее напряжение, освобождая поточное мышление мысли, освобождая свободу для мышления. Вот это очень... Свобода для приемника, и в том числе для новых идей. И вот если у кого-то не получается импровизировать или сочинять музыку, вот просто можно играть. Заученные произведения можно просто играть и колбаситься при этом. Ну вот расслабляться, ключ делать. Ну как получается там. Главное играть, играть, играть. И впоследствии придут уже идеи, самостоятельные музыкальные идеи будут уже. Руки будут сами это рожать. Я вот... Ну и на себе это я вот прям ощущаю. Ты можешь нам минутку, в следующий раз сыграть что-нибудь, да? Ну попробуем на гитаре, попробуем что-нибудь подключить. Приготовишь? Как-нибудь через компьютер. Ну да. Я думаю, мы сначала тестовую сделаем между собой. Если все получится, сделаем, да. Публикуем потом. Сымпровизируем. Замечательно, замечательно. Спасибо тебе. Ты извини, я был вынужден повторить несколько позиций из ключа, потому что иногда новенькие к нам заходят в школу, и они вдруг первый раз слышат, о чем люди говорят, чтобы они тоже услышали. Поэтому я несколько раз повторял то, что ты уже давно знаешь. Спасибо тебе. Да. Всего доброго. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok